Всем привет! Сегодня новый влог, новое послание. Сегодня уже темнеет у нас в Малайзии. Облачно, заката нет. И в такие дни всегда мне не хватает энергии. Всё время думаю о том, где же её взять. Очень часто я задавала этот вопрос в сетях, использовала разные методики очищения, наполнения энергии, разные медитации. Это действительно помогало, помогало на время. Но вот может быть сон, может быть ещё какие-то вещи, которые влияли на меня, мне не давали почувствовать энергии 100%. Меня всегда поражали люди, которые искрились изнутри. Может быть действительно это какая-то фейковая ситуация. Может быть эти люди делают что-то на показ, и это совсем неправда, но многие мамочки, допустим, у них там несколько детей, и у них видео о том, что они настолько продуктивные, настолько организованные, когда я смотрю эти видео, у меня это просто поражает. Иногда меня это приводит в ступор, иногда меня даже это триггерит. Если это триггерит, значит действительно что-то не так во мне. И я пытаюсь размышлять на эту тему, чего же мне не хватает энергии. И пока вчера не встретила одну просветлённую душу, я с ней общалась все долго, и она действительно почувствовала меня, и сказала мне о том, о чём я в принципе раньше задумывалась. Она сказала, что в тебе очень много энергии, но ты сдерживаешь её в себе, сдерживаешь свой потенциал. Ты не хочешь, может быть, сейчас задумываться о том, как вылить эту энергию. Я знаю, что моё предназначение — это давать знания людям, и я всё время в себе, всегда это сдерживала. От этого и нехватка энергии, она не может течь через нас. Уже все знают, что мы получаем энергию из космоса, но на самом деле мало кто знает, что эта энергия, она наша, поскольку мы являемся божественным сознанием, сознанием Творца, мы забираем энергию у себя же и генерируем её, пропускаем через себя. Опять она возобновляется, и опять мы пропускаем, генерируем, пропускаем её через себя, она растворяется, и этот круг продолжается больше и больше. Как круг сансары, так же на уровне перерождений душ, так же и круг энергии. То есть энергия в нас входит, она уходит, потом она вновь появляется, очищенная уже, и мы её потребляем. Как ещё может, куда ещё может уходить энергия? Для меня это очень острый вопрос, поэтому я думаю, что я знаю, действительно имею какие-то знания на этот счёт. Куда она ещё может уходить? Она может уходить на какие-то непродуктивные мысли. Мысли, например, о каком-то примете или о человеке. Например, была ситуация, когда случился конфликт, и вы в определённый момент не сказали каких-то нужных слов. И вот прошло некоторое время, и вы думаете о том, надо было сказать это, надо было сказать то. И понимаете, что ваша энергия, она действительно уходит на это. Вас потом мучат, может быть, какие-то головные боли, подавленное настроение и так далее. То есть вы тратите свою энергию для того, чтобы обсуждать, что было бы, если... То есть это, во-первых, энергия входит туда. Старайтесь не думать о ситуациях, которые уже прошли, что было того не миновать. Это во-первых. Во-вторых, у нас забирают ситуации люди, которых мы думаем негативно. Не только ситуации, да, ещё и люди, которым мы испытываем такие низкие негативные вибрации. Это могут быть родственники, обида. Конечно, обида забирает огромное количество энергии, обида на кого-то. Мало того, что она забирает энергию, она просто высасывает, как пылесос. Она хочет больше и больше, пожирать больше и больше. Иногда, к сожалению, она пожирает самих людей изнутри. И они угасают. Старайтесь не испытывать чувство обида. А если вы испытываете чувство обиды, либо идите к психологу, либо просто поговорите с человеком об этом. И выскажите ему, почему вы испытываете это чувство. Просто вот это же ещё и сдерживание каких-то чувств. Как я говорила в моём случае, это сдерживание энергии. Обида – это тоже сдерживание энергии. Её нужно высвободить. Потому что если вы сдерживаете положительную энергию, это одно. Если вы сдерживаете негатив, это в разы хуже. Поэтому лучше избавиться от этого чувства обида. Есть очень хорошее упражнение. Даже я бы сказала несколько. Я думаю, что я поделюсь этими упражнениями в следующий раз. Говоря о том, куда уходит энергия. Конечно же, мы дарим её, буквально дарим её людям. Думая о них, особенно в негативном ключе, как я сказала, это чувство обиды. Это также могут быть сплетни, когда мы просто сплетничаем о других людях. Либо когда мы даже, можно сказать, идеализируем каких-то людей, каких-то селебристей, каких-то знаменитостей. И мы тоже даём им энергию. Они подпитываются от этого. Что ещё может забирать энергию? Какие-то негативные или сильные эгрегоры. Если вы привязаны к каким-то эгрегорам, они, к сожалению, тоже забирают часть вашей энергии. Но они ещё и вправе давать эту энергию, когда вы попросите. Здесь хочется отметить это. Конечно же, сами люди, когда вы общаетесь с ними, и если они являются вампирами, они могут действительно попить у вас кровью. Ненужные ссоры, они очень сильно истощают нас. Какие-то низкочастотные слова, очень громкие, они упустошают нас изнутри. Старайтесь избегать этого также. Что ещё забирает энергию? Какие-то... Даже просмотр фильмов. Да, даже такие вещи, просто как просмотр фильмов. Я очень редко смотрю фильмы какие-то, потому что я выбираю их, вечность. И я могу выбирать, и так не выбрать, и просто бросить эту затею и не смотреть. Для меня просмотр фильма — это то, куда ты отдаёшь своё внимание, куда отдаёшь свою энергию. Если вы отдаёте внимание на что-то такое не очень качественное, низкочастотное, то действительно вы отдаёте энергию. Если мы говорим о фильмах, где идёт конец света, или что-то плохое случается, вы не только отдаёте своё внимание и энергию, но ещё вы и прикладываете руку к тому, чтобы эта ситуация, она манифестировалась, то есть реализовалась. Поэтому относитесь серьёзно к тому, какие фильмы вы смотрите, какой контент вы потребляете. И даже просмотр ленты новостей, какие-то негативные новости, на нас очень сильно влияют, и мы отдаём им свою энергию. Особенно, когда новости какие-то громогласные. Вы знаете, что большинство новостей, они действительно какие-то шокирующие для того, чтобы забрать у вас как можно больше энергии для этих эгрегоров, низкочастотных сущностей. Поэтому старайтесь избегать, если не всех новостей, но читать только либо основные новости, либо что-то позитивное. Ведь на самом деле, если мы сравним новости сейчас с теми новостями, которые были раньше, сейчас всё больше и больше каких-то шокирующих новостей, потому что люди видят в этом выгоду. Это ещё один момент, который можно избежать. Если мы говорим о физических аспектах, то, конечно же, недостаток сна нам не прибавляет энергии, а убавляет их. Может быть, из-за этого у нас какие-то позывы, что-то все есть. То есть мы хотим эту энергию создать, генерировать в себе за счёт пищи. У многих так бывает, и у меня тоже самое было. Когда есть недостаток сна, и ты хочешь взять эту энергию либо с кофе, либо с пищей, то есть это ещё один деструктивный метод. Постарайтесь спать побольше. Как ещё утекает энергия? Конечно же, когда мы находимся в каких-то людных местах, например, в торговых центрах, вы, наверное, заметили, что у многих энергия просто… Такое ощущение, что её усасывают пылесосом, и они приходят домой совершенно упустошённые. Хотя, допустим, были в торговом центре не больше часа-двух. У меня было такое в подростковом возрасте, когда у нас построили большой такой центр Мега, там в Айкея и ещё другие большие магазины. Каждый раз, когда мы туда ездили, с семьёй мы чувствовали огромное упустошение. И мы не могли понять, почему, что могло влиять. Конечно же, и куча каких-то световых лам, куча сенсоров. Это тоже отвлекает нас. Но и энергетически люди тоже подпитываются друг от друга, и некоторые забирают вашей энергией. Что ещё может забрать энергию? Конечно, уже не отходя от людей дорогу далеко. Если вы, допустим, живёте в месте, где на вас смотрят, где вы являетесь белой вороном. Например, я живу в Амалазии, и в этой стране на меня очень часто пиарятся люди. Я понимаю, что это здравый интерес, в принципе. У них катакон не очень здравый, то есть они могут и долго смотреть. И часто, когда я нахожусь где-то в людном месте, где не видят так много белых людей, мне это не только некомфортно, но ещё и это влияет на мою сохранность энергии. Я её теряю, потому что люди, они забирают глазами, они могут забрать в вас энергию в глаза, как говорят в зеркало души. Они являются мощным инструментом работы, и даже не осознавая этого, как говорят, сглазить, там можно сглазить, можно также убрать энергию, можно дать энергию, да, потому что мы знаем, что рейки, учение о поселении, оно также работает не только при помощи рук, наложения рук, а также при помощи глаз. Мы также можем исцелять друг друга. Мы знаем глаза, да, это глубина их, поэтому эта глубина глаза, она может изобрать энергию, не только дать её. Это тоже нужно запомнить. Конечно же, что влияет, если мы говорим о людях, то окружение, в котором вы работаете, то атмосфера, в которой вы работаете, есть ли источники, допустим, света, есть ли какие-то природные источники на вашем рабочем месте, есть ли какие-то растения, потому что растения дают нам энергию, а есть ли что-то, что является нашим естественным, как сказать, то есть местом обитания, то есть если на вашем рабочем месте вы видите цветы, вы видите какие-то деревянные предметы, у вас есть источник света, вы уже можете подпитываться от этих предметов, потому что они живые. Но если у вас бетон, если у вас серые стены, если помещение выглядит достаточно холодно, если это open space, то есть открытая площадка, и опять, как я говорила, люди подпитываются друг от друга, это очень тяжело, то есть нужно здесь уметь выстраивать себе защиту, либо просто вокруг себя создать такой оазис из разных предметов, которые могут дать вам энергию. Даже, например, фотографии близких людей, смотря на них, мы чувствуем уже какое-то тепло. Пока это несколько причин, почему мы теряем свою энергию. Если вы хотите услышать больше, то можете поставить лайк, и я обязательно расскажу больше. А то, как накапливать свою энергию, это тоже прекрасный топик для обсуждения, и если вам интересно, то напишите в комментариях, и я поговорю об этом. Всего хорошего!